Лоскутный шитья Итак, с чего мы начинаем? Ну, первое, мы, конечно же, с вами выбираем рисунок. Я рисуночек уже выбрала, ну и формат открытки мы тоже выбираем. Я рисуночек уже выбрала, это у меня открытка формата 105 на 148 с феечкой. Эти феечки делались по эскизам Сесиль Мэр Баркер, английской художницы. На самом деле, они не так, чтобы очень новогодние, но цвета Нового года это красный и зелёный. Ну и посмотрите, цветочек пуансеттия, тут девочка-феечка. Эту открытку прекрасно подарить ребёнку, девушке, женщине, потому что все любят феечек. Итак, что мы с вами сделали? Мы вырезали ткань вот такого размера, ещё раз повторю, 105 на 148 мм, можно чуть побольше, конечно. И эту тканюшку мы с вами наложили на кусок полиэстера, я уже наложила, отдирать не буду. На кусочек полиэстера или на кусочек термостёжки. Полиэстер у нас клейки вот с этой стороны, мы просто приклеиваем тюгун, у нас получилась вот такая замечательная штука, заготовка. Так, сейчас мы эту заготовку должны простегать свободно ходовой машинной стёжкой. Прежде чем простегать, мы должны с вами выбрать нитки. И это очень трудная задача. Потому что у меня, допустим, ниточек, вагонища всяких разных. Ну, честно вам скажу, вот для этой картинки подойдут либо вот такие красные нитки, либо нитки вот такие цветной меланж. Они разного цвета и играют. Ну, поскольку Новый год, всё цветное должно быть, мы с вами сделаем стёжку цветным меланжем. Поехали! Я вам показываю, а вы смотрите. Итак, дамы, несмотря на то, что у нас с вами очень небольшой кусочек для стёжки, к свободной ходовой машинной стёжке мы должны соответствующим образом подготовиться. С этой целью мы с вами... Первое. Меняем лапку. Ставим лапку для свободной ходовой машинной стёжки. Опускаем зубцы транспортера. И ставим цветные нитки. Вот они у меня уже стоят. Нитки меланж. Прежде чем начать, я, конечно, попробую что-либо на кусочки ткани. А прежде чем попробовать что-либо на кусочки ткани, я одену перчатки. Это специальные перчатки для стёжки. Вот они, видите? Если у вас нет таких перчаток, то хозяйственные перчатки с пупырышками вполне для этой цели подойдут. Итак, давайте посмотрим. Так, опускаем иголку. Да, всё прекрасно стяжёт. Вот, смотрите, я попробовала. Вот что у меня получилось. И сейчас я буду простёгивать вот этот вот кусочек открыточки. Я обойду девочку и по свободному полю сделаю стёжку типа мозги. Я показываю, вы смотрите. Итак, поехали. Начинаем с крылышек. Отводим пуски. Отводим пуски. Отводим пуски. Отводим пуски. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok У меня получилась вот такая, смотрите, аккуратная открыточка Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким. И сейчас я перейду к окантовке. Окантовку я буду делать при помощи долевой бейки. Ну, здесь подходит красная беечка, вот такая вот. И окантовку я буду делать на прямострочной швейной машине с прохождением прямого угла. Очень многие из вас знают, как проходить прямой угол, но есть люди, которые не знают, как это делать. Поэтому, кто знает, пропускает этот кусок видео, а кто не знает, смотрит внимательно. Поехали! Сейчас наступает очень важный момент. Какой бы вы красивую открытку не выбрали, какой бы там не был замечательный рисунок, ваши получатели будут судить о вашей работе по качеству окантовки. То есть, по тому, насколько тщательно и красиво окантована открытка. Чтобы сделать красивую и качественную окантовку, мы с вами нарезаем долевую бейку шириной 3,5 см. Вот, посмотрите. Если вам не хватает бейки, то вы стыкуете ее по косой. Видите? И сейчас мы начинаем обшивать нашу открыточку этой бейкой. Просто... Итак, у меня ножницы, у меня долевая бейка и у меня открытка, уже готовая с двух сторон. Смотрите. Еще мне понадобится вот такая вот одна длинная иголочка. Значит, я делаю бейку вот так. Кось обрезаю, видите? И загибаю вот так вот уголочек. И вот отсюда... Смотрите, я вколола и бейку. И с припуском 6 мм. Дамы, обратите внимание, с припуском 6 мм. Я вот дойду до этого угла и остановлюсь в 6 мм от края. Поехали. Смотрите, я прошила и остановилась. Теперь я поворачиваю бейку вправо. Беру длинную иголочку. И закалываю эту бейку. Так. После этого я отворачиваю бейку влево. Снова ставлю шитье под иглу. И с припуском 6 мм. Еду вот до этой точки. Где у меня моя ручка. Даю вот до сюда. 6 мм. Теперь я повторю операцию с точностью до операции номер 1. Я отворачиваю долевую бейку вправо. И закалываю ее. Отворачиваю влево. Посмотрите. И прошиваю. И прошиваю. 6 мм припуском. Дохожу, как вы помните, вот до сюда. 6 мм. Повторяю операцию еще раз. Отворачиваю бейку вправо. Закалываю. Закалываю. Отворачиваю бейку влево. И вот пасе с припуском 6 мм строчу. Теперь повторяю операцию в четвертый и последний раз. Отворачиваю вправо. Отворачиваю влево. И сейчас у меня наступает финал. Посмотрите. Я начинаю шить, как обычно. А дошью я вот до того, чтобы перекрыть вот это место. Отрежу я примерно вот здесь бейку. Смотрите. Поехали. Посмотрите. Вот я пришила окантовку. И сейчас моя задача ее заутюжить. Я беру утюг. Посмотрите. Сначала я утюгом с паром прохожусь по задней части открытки. Видно? Теперь я заглаживаю беечку вот здесь. Посмотрите. Продолжение следует... я вам сейчас покажу как я буду выворачивать уголки посмотрите как вот я завернула на раз видите кто в себе не уверен может приколоть но в принципе достаточно и прогладить посмотрите как я сделала уголки здесь здесь посмотрите как они ровно у меня легли видите вот вот я уложила уголок поставлю его под утюг вот я уложила следующий уголок видите сразу поставлю его под утюг смотрите как ровно получается вот я укладываю этот уголок так поскольку у нас открытие объем небольшой длина небольшая да я даже не прикалываю уголками а я сразу ставлю вот этот уголочек под утюг смотрите видно и здесь то же самое я очень аккуратно укладываю беечку ставлю уголок под утюг вот я ее уложила последний уголочек у меня смотрите я точно так же аккуратненько его выравниваю уголочек чтобы он был у меня красивый ровненький вот я загладила бейку последнее что мне нужно сделать это поменять нитки если вы помните я шила белыми нитками поскольку у меня окантовка красная то конечно лучше если шовчик сверху будет красного цвета некоторые начинающие лоскутницы и не начинающие тоже об этом довольно часто забывают а между прочим зря потому что потом приходится итак посмотрите я беру красные нитки вот посмотрите видите они подходят это нитки модель они продаются в швейных магазинах вообще-то это вышивальные нитки для наших целей от строчки окантовки они вполне подойдут давайте сейчас поставим ниточки и посмотрим что у нас с вами получится так у нас все готово нитки заправлены давайте завершать окантовку так обрезаем нитку она нам не понадобится и на расстоянии примерно миллиметр от края проводим прямую строчку когда мы дошли сами до угла мы выкладываем наш с вами уже заглаженный уголочек посмотрите вот он я закрепляюсь даю задний ход видите вот здесь мы завернули с вами у нас место стыка я обычно по месту стыка еще приезжаясь вот так и сейчас идем дальше смотрите все точно так же ровно и аккуратно сейчас я загну еще на раз вот так вот я все выравниваю смотрите кладу все аккуратненько очень ровно прохожу уголочек вот эти лишние нитки я потом уберу по ходу событий смотрите момент очень важный вот я шила и чуть-чуть не зашла за край я просто перешли еще раз посмотрите пожалуйста вот у меня косячок я снова вставляю и прохожу это место еще раз поворачиваю все ну и все миллиметр и от края сворачиваю уголок уголочек я повторяю должен быть красивым Поворачиваю и снова прошиваю. Я думаю, что вот тут еще надо прошить. Готовы? Посмотрите, какие ровные, хорошие уголки у меня получились. Сейчас я возьму влажный проутюжильник. Это два слоя, один слой, извините, намоченной бязи. И утюгом без пара проутюжу эту открытку. Итак, смотрите, что я делаю. Я беру открыточку. Сейчас я опущу экран, вы посмотрите. Накладываю на нее мокрый проутюжильник, смотрите. И сухим утюгом... Ой. Точно так же я поступаю с обратной стороны. Сейчас я только заглажу вот здесь вот. Убираю и досушую. Вот, посмотрите, чтобы с этой стороны было видно. В основном я утюг накладываю вот так. И так, давайте посмотрим, что у нас сегодня получилось. Мы с вами сшили лоскутную открыточку. Сейчас я сшила маленького формата лоскутную открытку. Ну, вы можете сшить любого вам удобного. Побольше, поменьше. О форматах я говорила в первой серии наших лоскутных открыток. У нас с вами идеально ровные уголки. Ну вот, посмотрите, уголки идеально ровные, но не мешало бы найти ножницы. Сейчас... Так, вошел диверсант, я вижу, да. В мастерскую вошел диверсант. Он сейчас выглядывает из-за экрана серый и ушастый. Я не знаю, покажется он вам или нет, но посмотрим. Посмотрите, вот остались в уголочке, да, вот тут такие эти самые. Я не всегда могу их взять ножницами. Но мы с вами знаем способ из прошлых эфиров, поскольку нитки у нас из полиэстера, да. Чтобы не торчали концы, мы можем что-то их отжечь спичками. Это очень хороший вариант, нитки не будут распускаться. Итак, наша с вами лоскутная открытка готова. Вот она такая миленькая, замечательная. Она такая пухленькая, очень приятная на ощупь. Ну и у ней, конечно же, двойной функционал. Во-первых, это открытка, потому что вот здесь, не смывая вам маркером, вы напишите пожелание уважаемого поучателя открытки. Ну, например, чтобы в новом году все его желания сбивать. Ну, а помимо этого, второй функционал этой открытки – быть подставочкой под горячее. Можно поставить сюда что-то удобненькое, чудесненькое. Ой, как бы вот так. Вазочку, что-то еще, кружку горячую. Очень удобно, мило и очень даже креативно. Таким образом, третья серия наших лоскутных открыток закончена. Ну, а в следующей серии мы будем разбирать более сложную версию лоскутной открытки. Всем удачного дня! С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял.